Оценка условий обеспечения безопасности на западных рубежах Беларуси. Лейтмотив второго дня – рабочие поездки главы государства в Брест. Для Александра Лукашенко эта встреча по-особому волнительна. Здесь, в составе сегодняшнего отряда, он в свое время нес службу. Многое за годы поменялось на западных рубежах страны. Сегодня по периметру граница прошла полную демаркацию. Об этом доложили президенту в подразделении. Государственная граница демаркирована, на местности обозначена пограничными знаками. Демаркация полностью проведена, включая украинское участок. Исходя из оценки обстановки, основными направлениями, на которых парыричная группа составляет усилия, являются Первое – Высоковское, Второе – Брестское, Третье – Томашовское направление, Четвертое – Малоритское. Непосредственно охрану государственного лица осуществляет 18 парыричных застав, 11 отделений пункта пропуска, парыричная комендатура Малорита. С целью действий по обстановке... То есть весь отряд структурирован, заставы все больше строить мы нигде не будем? Нет, здесь у него, здесь на Макранском направлении будет одна застава, на Украинском направлении, это самая союзная программа, мы ему и все, и здесь ему ничего не надо. На территории пограничной группы недавно призванные молодые пограничники проходят комплексную подготовку. В этом Александр Лукашенко убедился, посещая спортивный зал подразделения. Особое внимание уделяется развитию выносливости и физической активности. Однако все же в центре внимания офицерские кадры. На базе пограничной группы расположен свой институт. Главе государства доложили, подготовка здесь соответствует требованиям времени. В качестве тренажеров все то, что сегодня находится на вооружении пограничников. Комплексные сканеры, специальные компьютерные программы, в числе обязательных дисциплин английский язык. Это сейчас группа таможенников, которые возьмут функции по гран-контролю на день пункта Козловича, Молодечно и Бегос. В эти пункты пропускать нет пункта, потому что грузовой транспорт. И там таможник пограничный. Зачем? Если таможник пришел, он груз продвигает, он и поспортирует. Этих людей, он забрал таможенник, забирает. Кто-то подготовит таможенникам, кто-то специально... В этот пункт идет, там три машины. Это правило одни и те же люди. А эти люди, как я вам докладываю, я с вами проявляю. Вы довольны вообще в подготовке? Подготовке? Да. Контингент, который... Программу осваивают люди с высшим образованием, довольно успешно сдают непосредственно начальное управление за счет по окончании учения. К сожалению, сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо. Такое заявление сделал глава государства во время торжественного митинга по случаю столетия образования органов пограничной службы. И призвал особенно ответственно относиться к своей службе. Непростая международная обстановка, опасность террористических актов заставляют непрерывно поддерживать высокие уровни боевой готовности пограничных органов. Для повышения боеспособности, мобильности, погранвойска оснащаются новейшими образцами техники и вооружения. Оборудуются рубежи, строятся современные комплексы застав, улучшаются бытовые условия для личного состава. Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности. Находясь на ключевых транзитных путях, соединяющих север и юг, Европу, Азию, Беларусь является надежным партнером многих государств в предупреждении пресечения трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов. Торжественным маршем по плацу прошли сегодняшние защитники рубежей, отдавая честь верховному главнокомандующему и ветеранам, сформировавшим надежный фундамент, на основе которого развивается современный пограничный комитет. В общении с ними Александр Лукашенко отметил важность преемственности поколений. Своё напутствие глава государства дал и будущей смене школьникам, которые проходят обучение в классах пограничной направленности. Ребята, вы все будете служить в пограничных войсках или куда-то в другое место определяется? Все. Все. В общем, таможенники и пограничники. И помните, что не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли. Не каждому. Вот мне повезло когда-то. Вот генералу тоже когда-то повезло. Мы ходили по последнему метру нашей земли. Поэтому, если вы решитесь на это, вы будете теми особыми людьми, которому это право будет предоставлено. Последний метр нашей земли. Погодные капризы не изменили планов главы государства. Свой визит в Брест он завершил возложением цветов к вечному огню Брестской крепости героя. Дань уважения павшим, урок мужества и героизма живым. Об исторической памяти и значимости событий Великой Отечественной войны Александр Лукашенко говорил во время общения с журналистами. Вся Беларусь – это памятник. Тысячи сожженных деревень, тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей, стариков, детей. Ну и вот наша святыня. Наша святыня не только белорусов, русских, но и евреев, грузин. В Брестской крепости воевали все. И все практически погибли. Поэтому нам делить победу – это лить воду на мельницу наших соперников и наших, можно сказать, противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла? Поэтому я крайне негативно, отрицательно воспринимаю подобное заявление, что кто-то эту победу выиграл, один, в одиночку победил советский народ. Ни белорусы, ни украинцы, ни русские победил советский народ. Кто сражался, кто в тылу, им не легче было, ковал эту победу. И приватизации быть не должно. Очередной вопрос главе государства был посвящен теме коррупции, в частности ситуации с Сергеем Равнейко. Когда мне факты на стол положили, я говорю, хорошо, должен быть исключительно факт, когда не вывернешься. Ну и вот прошло определенное время, 200 тысяч долларов, это даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время дачи этих денег, его задержали с деньгами в руках, с этими. Потому что операция готовилась к этому. Думаете, мне приятно, когда в таких должностях люди с погонами большими попадаются за коррупцию? Конечно нет. Мне это неприятно. Но на заседании парламента, вспомните, когда было заседание последнее с посланием к народу и парламенту я выступал, я ведь не тонко, а крупно намекнул. Ребята, смотрите, здесь лучше. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым там в тюрьме. Ведь это им был сигнал, потому что мы обратили внимание на этот факт, а их же не один. И, к сожалению, наверное, десяток этих фактов. И днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там, в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовят для того, чтобы вам сообщить, а вы, общественность, ознакомились с этим. То есть я же предупредил всех, ребят, смотрите, что прощения не будет никому. Напоследок журналисты попросили президента оценить будущее Беларуси, ее молодежь. Актуальность вопроса обусловлена тем, что буквально на днях в Минске завершился 43-й съезд БРСМ, где был избран новый руководитель объединения. Все-таки люди, которые сегодня в нашем комсомоле, будем его называть так, все-таки это люди на виду. И мы имеем возможность более глубоко изучить этих людей. И это наш резерв. Это резерв кадров. Не только комсомол, другие общественные организации, но молодежь там. И мы их всех видим. И мне хотелось, чтобы наш комсомол БРСМ был более активным. Чтобы все общество видело не просто какие-то там периодические акции, но каждого человека в деле. И если мы будем видеть эту молодежь в деле, нам точнее, можно будет ее охарактеризовать и потом направить на учебу. Взять с учебы, пригласить, растить. Сейчас такой резерв кадров создан, в том числе и с молодежью. Мы за ними наблюдаем, мы их ведем по жизни, чтобы они выросли в настоящую риту нашего общества. И побольше мы взяли бы оттуда руководителей. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.